Омску опять грозит транспортный коллапс. Об этом шла речь на заседании городского совета. Только на этот раз в центр города могут сковать многочасовые и многокилометровые пробки. Чиновники хотят закрыть на год улицу Ленина для ремонта юбилейного моста и дороги. К слову, протяженность магистрали около трех километров. На подготовку и экспертизу проектно-сметной документации капремонта моста мэрия заложила свыше двух миллионов рублей. При этом для движения по центру города фактически остается только одна улица. МЧС, скорая помощь, газовые какие-то службы. Извините, на улице Ленина у нас подъезды к спортивной школе, бассейн. Две среднеобразовательные школы. Не дай бог что-то случится, скорая просто не доедет оттуда. Просто не доедет. Кто будет за это нести ответственность? Чиновники планируют перекрыть мост, перекрыть улицу, а транспортную схему вообще ни с кем не обсуждают. И кроме ответа «мы поставим дорожные знаки», никакого ответа и никаких даже мыслей нет. Депутаты требуют, чтобы мэрия до 1 апреля разработала альтернативную схему проездов. Предлагают даже организовать понтонную переправу через Иртыш. Кроме того, парламентарии обсудили и непростое финансовое состояние Омской тепловой компании. По словам мэра, в 2015 году РЭК утвердила заведомо заниженный тариф на услуги. Тем не менее, долги муниципальной компании перед Сбербанком удалось погасить. Хотя появились другие перед межрегион газом в размере 270 миллионов рублей. Тепловые компании тоже должны. В частности, РТС обязана выплатить им 360 миллионов. С распределительными тепловыми сетями заключено соглашение о ежемесячном возврате средств. Кроме того, обсуждается вопрос о залоге части имущества в банке. В газе сейчас из-за должности и идет в следующую работу. Для того, чтобы плавать на банке, можно дальше располагаться к ресурсам. И если будет мобильная финансовая, значит, она должна иметь в активе залог в материале. И в зависимости от того, с каким банком будет решено вопрос, тому банку будет заложено.